Сегодня наш концерт посвящен юбилею нашего коллектива, ансамбля Института проблем химической физики Российской Академии Наук имени Александра Васильевича Раевского. В 1960 году, в марте, по инициативе Фёдора Ивановича Тобовинского, был организован музыкальный коллектив, который сейчас носит имя Камерного ансамбля и БКП. Ансамбль существует с 1960 года. В нашем научном центре, пожалуй, нет такого коллектива, который существует сто длительное время и имеет такую уникальную историю. Позвольте сначала немного рассказать о нашем коллективе и вспомнить о тех людях, которые внесли большой вклад в его развитие. Ансамбль был создан по инициативе и непосредственному участию Фёдора Ивановича Тобовицкого, в то время директора Черноголовского филиала Института химической физики, который был большим любителем музыки и даже сам когда-то пел в церковном хоре. Фёдор Иванович поддерживал занятия художественной самодеятельностью, и он не только обеспечил ансамбль прекрасным роялем фирмы Бекштейн, но и уделял постоянное внимание Камерному ансамблю и присутствовал практически на всех выступлениях. Среди первых участников были Костовецкая, Склероз, Крепков, Колдунов, Граевский. На данном слайде представлены все участники ансамбля того времени. В 1965 году к нам присоединился Розенберг, Иванов, позднее Воронина, Мехков, Умарова, Струкова. Иногда число участников достигало 14 человек, а состав соответствовал Малому камерному оркестру. Участниками ансамбля являются сотрудники институтов черноголовки, институтов проблем химической физики, институтов физики твёрдого тела и других организаций. И хочется отметить, что участники ансамбля либо вообще не имеют музыкального образования, либо имеют музыкального образования в объёме музыкальной школы. И безусловным лидером в этом коллективе и его руководителем был Александр Васильевич Раевский, который не только прекрасно играл на рояле, но и делал различные аранжировки произведений, сочинял музыку сам. Например, вместе с Ситнянским был написан гимн черноголовки. Коллектив в течение многих десятилетий выступал на различных сценических площадках не только черноголовки, но и других городов, таких как Ногинск, Звенигород, Химки, Жуковский. И в Москве выступал. Например, во Дворце культуры имени Горького, это работники торговли, Зуева, работники митрополитена, Московского авиационного института, Института химической физики московской, Межсоюзном доме народного творчества. Ансамбль также выступал в Центральном доме культуры железнодорожников. И этот концерт записывался на Центральном телевидении. На Первом всесоюзном смотре самодеятельного художественного творчества трудящихся, который проводился в 1975-1977 годах в честь 60-летней Октябрьской революции, ансамбль получил диплом второй степени. Следует отметить, что диплом первой степени тогда не присуждалось. Участие в музыкальном ансамбле требует дисциплины и систематичности, а также самостоятельной работы. И именно с таких позиций подходил к занятиям в ансамбле Александр Васильевич Раевский. И того же требовал и от других участников. Но такой режим многим не подходил. Они не выдерживали долгое время. Поэтому состав ансамбля менялся. А также менялось и название этого коллектива, название ансамбля, в зависимости от изменения названия института. От Института химической физики до Института проблем химической физики Российской академии наук. Наиболее долго ансамбль существовал в составе фортепианного квартета. Это Розенберг, Иванов, Фурсово, Раевский. А солисткой была Тамара Тимофеевна Костовецкая. А затем Софья Константина Тарасевич. И в 1985 году в этом составе принимал этот состав ансамбля, принимал участие в концерте художественной самодеятельности, посвященной Ленинским дням, которые проходили в Москве на различных сценических площадках. Наряду с большими коллективами, наряду также с большими коллективами, это симфоническим оркестром. И вот на данном слайде представлена программа концерта, где участвовал ансамбль Института химической физики Российской академии наук. Помимо ежегодных традиционных концертов, ансамбль выступал и на различных новогодних вечерах, как в Институте химической физики, так и в физике твердого тела. И участвовал в юбилейных концертах Дома ученых. Принимал участие в культурных программах, на различных конференциях. И как-то ансамбль принимал участие в международной конференции по полимерным материалам, которая проводилась в пансионате МИД. Выступление ансамбля, особенно солистки Софьи Константиновны Тарасевич, настолько понравилось публике, что академик Николай Альфредович Плате, который вел эту конференцию, сказал, «Теперь я понимаю, почему в Институте у Сергея Михайловича Батурина все в порядке. Это потому, что у него так главный бухгалтер хорошо поет». В концертах присутствовали различные формы исполнения, как сольные номера, дуэты, трио, фортепианный квартет. И вот на данном слайде показана программка концерта 95-го года. В 96-м году в ансамбль вернулся скрипач Юрий Петрович Мехков, который начал играть еще в ансамбле с 69-го года. И в ансамбле появилась возможность исполнять струнные квартеты. Например, в репертуаре ансамбля появилась маленькая ночная серенада Моцарта в аранжировке Раевского. В составе фортепианного квинтета ансамбль существовал более 10 лет. И это было время, когда репертуар ансамбля был наиболее разнообразным. Сейчас можно представить наш коллектив. Софья Константиновна Тарасевич, Институт проблем химической физики. Собрал. Татьяна Николаевна Фурцева, Институт 24-го тела, 1-й сет. Анатолий Павлович Иванов, Институт 24-го тела, 1-й сет. С этим составом ансамбль выступал на различных праздничных концертах. И вот в 2005 году участвовал на концерте в честь 60-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. И особенно тепло слушатели приняли песни военных лет в исполнении Софьи Константиновны Тарасевич. Молодцы! 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 Извините, пожалуйста, сейчас поступила заявка на просьбу повторить военные песни. Такси должен быть в виде зала. Как в зала. В виде зала. В виде зала. Помогайте. 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 Молодцы! ПЕСНЯ Это был последний такой большой концерт, как я уже сказала, где принимала участие Александр Васильевич. В 2007 году его не стало, и с этого момента ансамбль носит его имя. Александр Васильевич, наш ансамбль просуществовал долгое время только благодаря этому человеку, его целеустремленности, его жертвенности, его неутомимому трудолюбию, таланту. Мы очень многим обязаны, он нас воспитывал и растил, как своих детей. Мы очень многим обязаны именно этому человеку. Спасибо ему большое. Значит, да, вот сейчас, дальше слайд, просто это тоже не случайно, мы его до этого смотрели видео, а этот слайд мы показываем специально, потому что все видео, которые были сняты на наших концертах, они вот благодаря сняли Анатолию Викторовичу Баженову и сотруднику Института физики твердого тела, который, значит, вот вместо того, чтобы слушать концерт, стоял за камерой и нас снимал. Ну, в дальнейшие годы, это уже были годы невосполнимых, так сказать, потерь и утрат. Уже нам пришлось переделывать репертуар ансамбля, но как-то все-таки мы смогли еще какое-то время вот в таком квартетном исполнении, в квартетном составе существовать. Мы участвовали в концерте, посвященном 45-летию Института физики твердого тела в 2008 году и уже готовились тоже к своему ежегодному весеннему концерту. Вот это кадры тоже с репетицией нашего ансамбля. Это был концерт, посвященный 70-летию Анатолия Павловича Иванова. И вот на снимке справа вы видите Александр Семенович Розенберг и Ангел Павлович. И вот 2008 год, это последний концерт, в котором участвовал Александр Семенович Розенберг, наша первая скрипка. И в 2009 году его не стало. Вместо подготовки, вместо концерта, ежегодного концерта, мы вот провели концерт памяти Александра Семеновича Розенберга. В этом концерте нам очень большую помощь оказала Елена Игорьевна Прокофьева, за что мы ей очень благодарны. Иначе вот концерт, конечно, я не знаю, смог ли он состояться в таком составе без Александра Семеновича, потому что потери в таком маленьком коллективе первой скрипки, но, в общем, это, конечно, катастрофа полная была. Ну, дальше, конечно, было нам очень сложно с репертуаром, но тут неожиданно к нам в институт пришла молодая сотрудница института химической физики, кандидат химических наук Марина Горбунова, флейтистка. Я вот хотела сказать немножко о Марине, потому что это человек очень талантливый, очень энергичный, и с ее приходом в наш ансамбль, как-то наш маленький коллектив получил как бы второе дыхание. И вообще мы, как бы, даже и в буквальном переносном смысле наш ансамбль обрел новое звучание, потому что флейта — это новый инструмент был в нашем составе, и теперь у нас партия первых скрипок исполняет флейта. Это необычный, редкий, можно сказать, состав, и поэтому большое спасибо Марине. Я хочу сказать, что Марина закончила музыкальную школу, но по классу фортепиано, и флейтой она начала заниматься уже в очень взрослом возрасте, то есть она уже... Ну, сколько, Марине, было? За год до прихода к нам. Да, за год до прихода к нам, в 2009 году она по осенью к нам пришла, в 2008 она только начала заниматься флейтой. И в общей сложности она занималась флейтой всего полтора года. А, значит, почему флейтой? Потому что, на самом деле, где-то там в 2000-х годах Марина пыталась прийти к нам в ансамбль, и подходила к Александру Васильевичу с просьбой, не взяли у нас в ансамбль поиграть. Ну, тогда Александр Васильевич так очень немножко скептически посмотрел на Марину, и, в общем, Марина в наш ансамбль не попала. Ну, Марина человек упорный, и чтобы все-таки попасть в наш ансамбль, она год принялась обучаться, так сказать, игре на флейте. И вот, как я уже сказала, в общей сложности она примерно полтора года всего лишь занималась на флейте. Ну, она брала и частные уроки, училась там в московской музыкальной школе, колледже там имени Шопена. Но вот ее целеустремленность, ее любовь к музыке помогла ей вот за такой короткий период достичь очень больших результатов. И примером того, вот, является то, что в юр-репутуаре есть такое произведение, как «Шутка» из второй фииты Баха. Это, значит, произведение для флейты, и не каждый непрофессиональный флейти сможет похвастаться таким репутуаром. Вот, поэтому вот Марина вдохнула новую жизнь в наш ансамбль. И, так сказать, сейчас она у нас выполняет очень даже многие функции организатора и в каком-то смысле даже как-то заменяет Александра Васильевича Раевского. Так что вот я передаю слово. Теперь дальше о развитии нашего ансамбля будет рассказать вот Марина. Начну с того, что мое знакомство с ансамблем началось еще с 2007 года благодаря Михаилу Петровичу Березину, который познакомил меня с ансамблем после очередного концерта. Я пришла в ансамбль в 2009 году. 2010 год — это юбилейный год. Юбилейный год. В 2010 году ансамблю исполнилось 50 лет. И это был первый концерт, в котором принимала я участие. Несмотря на довольно солидный возраст ансамбля, на тот момент состав ансамбля был довольно молодежным. И кроме Елены Прокофьевой в ансамбле принимала участие студентка музыкального училища Алина Чижова. И мы с Алиной впервые исполнили фортепианный дуэт. Мы играли в четыре руки произведение Джоблина «Рэг Тайм». Здесь показаны фотографии после концерта первого. И за многолетнюю плодотворную творческую работу и за популяризацию классической музыки наш ансамбль был награжден грамотой от Института проблем химической физики. В 2011 и 2012 году в Институте проблем химической физики проводился фестиваль вне науки. Это фестиваль художественной самодеятельности молодежи, организатором которого являлся Сергей Курочкин, который тоже принимает участие в нашем сегодняшнем концерте. И в этом фестивале наш ансамбль принимал тоже участие. Мы играли как в составе квартета и были также сольные номера. И в 2011 году наш ансамбль также принимал участие в концерте, посвященном 55-летию Института проблем химической физики. В 2012 году на фестивале состоялся дебют нашего дуэта с Юрием Петровичем Мягковым. Это флитовский эпичный дуэт. Для нас это был своего рода эксперимент. И мы исполняли произведение Карла Джеккинса «Танго смерти». Но хочу отметить, что мы репетировали это произведение не только после работы, но и также в обеденный перерыв в лаборатории, в которой было очень холодно. Поскольку фестиваль проходил зимой, было очень холодно, и мы репетировали в таких условиях. Ноты было повесить некуда, мы ноты вешали на прищепке. На веревочке. И вот в таких условиях мы выступали. В 2012 году наш ансамбль принимал участие в концерте, посвященном Дню российской науки. Также мы квартельным выступали и выступали дуэтом с Музафаром Удиновым. А в мае 2012 года состоялся наш ежегодный концерт. В 2013 году наш ансамбль принимал участие тоже в юбилейном мероприятии, посвященном 10-летию Института физики твердого тела. На слайде показаны фотографии после концерта. Хочется отметить, что на этом мероприятии были гости из областной думы. И как нам потом сказали, они очень удивлялись тому, что выступали не профессиональные музыканты, а художественная самодеятельность. И они даже спрашивали, откуда у института деньги на содержание таких профессиональных музыкантов. И этот факт был отражен в стенгазете Института физики твердого тела. И там было написано, что наш ансамбль это пример сотрудничества двух институтов физики твердого тела и Института проблем химической физики. 2013 год тоже был юбилейный. И наш концерт был посвящен 75-летию Анатолия Павловича Иванова. Это наш артист. Хочется отметить, что это единственный человек, который играл в нашем ансамбле на двух инструментах. Единственный струнник. Он играл на скрипке и на альте. И это был единственный человек, который обладал идеальным слухом. Но, к сожалению, 2013 год это был последний концерт с его участием. И в 2014 году к нам вернулся Олег Васильевич Скрипков, наш скрипач, который пришел играть в наш ансамбль еще в 1966 году. Но про нас он не забывал и ходил на наши концерты регулярно. И вот фотография тому подтверждения. Олег Васильевич на нашем концерте вместе со своим внуком. В 2015 году. 2015 год это наш юбилейный год. Нашему ансамблю исполнилось 55 лет. Но, к сожалению, в этом году, в 2015, от нас ушел Анатолий Павлович Иванов. И нам пришлось наш юбилейный концерт отложить. И в Институте физики твердого тела мы провели вечер памяти Анатолия Павловича Иванова. И дальше начались наши трудовые будни. Мы стали готовиться... У нас были репетиции. Мы стали готовиться к нашему юбилейному концерту. Хочется сказать, что наши все репетиции проходят в корпусе общего назначения в Институте проблем химической физики. И хочется поблагодарить дирекцию за предоставление помещения для наших репетиций. И раньше концерты проходили тоже в корпусе общего назначения. А с 2007 года концерты проходят в Большой гостиной Дома ученых. Поэтому хочется сказать слова благодарности всем сотрудникам Большой гостиной за организацию, за помощь и проведение наших концертов. Всего вам спасибо.